Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Но его мы продавать не будем, потому что это игрок молодежной академии и он очень неплохо развивается, так что я думаю он может стать одним из лидеров нашей команды, да и тем более он молодой игрок, пока будем его развивать. Также по Гавриленко приходили пару предложений, но их я тоже пока не рассматриваю, так как у нас во-первых нет денег, чтобы кого-то заменить, ну а во-вторых это можно сказать лидеры нашей команды и сегодня серия у нас стартует матчем против Сатурна. Давайте посмотрим на их стартовый состав, вот так вот он выглядит, примерно в ту же схему они играют, что и мы. Ну и ребят, вот состав нашей команды, вы усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте также залетать в наш телеграм по ссылке в закрепленном комментарии, там у нас голосование, анонс за выход из серии, уведомления о стримах, в общем все под рукой. Там же ссылка на мой твич канал, где у нас проходят стримы и ссылка на мой второй канал с прохождением, его название Фандом Лига, там у нас сюжетные игры. Всем буду рад, давайте только единственное, сейчас поменяем быстренько форму, сегодня наверное сыграем с вами 4 матча, чтобы карьера сильно не затягивалась, чтобы мы не сидели по 20 серий в одном дивизионе. Так что поехали на игру с Сатурном, мы пока лидируем в турнирной таблице и постараемся в этой серии также остаться на первом месте. Погнали! Наша команда набрала неплохой ход и будем надеяться, что этот ход продолжится. Нам показывают, что Альвараде забил 4 гола в последних трех матчах. Сейчас узнаем, сможет ли он забить сегодня. Мы приехали в гости к Сатурну. Они сейчас расположились в середине турнирной таблицы. Посмотрим, в какой футбол они будут играть. У них, по-моему, всего лишь одна победа за последние пять матчей. И нам нужно постараться сегодня их обыграть. Гавриленко здорово сразу вступает в хороший отбор и здесь пытался выдать передачу на Корша, но этот пас был заблокирован. Мы сразу начинаем играть в хороший прессинг. Начинаем поддавливать соперника. Там было микронарушение. Если мяч потеряют, то Реф бы остановил встречу. Но поскольку хозяева с мячом, он ее не останавливает. Отлично! Хороший отбор. Здесь можно сыграть в центр. Это Шмидт. Пытался выкатить на Гавриленко, но Гавриленко как следует не открылся. Ну вот сейчас Сатурн неплохо залетел в нашу штрафную. Здесь не без волнения, не без паники, конечно, наша оборона справляется, но... Отбились. Каримблум. Играет вперед на Альварадо. И Альварадо полетел уже в штрафную соперника. Альварадо надо забить. И он не попадает с левой. Здесь очень неплохо разыграли. Можно скатить в центр. Нужно забить. Это первый гол. Это 21-я минута. Это 1-0. Калистратов здорово открылся на дальней штанге. Ассистировал ему как раз-таки, по-моему, танков. Аккуратненько скатил. Ну и здесь нужно было просто попасть. Причем, что ударил-то по центру. Рискованно. Вратарь был очень близок к тому, чтобы отбить. Но Тимофей Калистратов не промахивается. 1-0. Мы вышли вперед. И снова классно. Но в хорошем отборе. Действуем. Альварадо. Далековато мяч отпускает. И вот казалось бы, да, у Альварадо довольно высокий рейтинг. Но вот как мы видим, не всегда он может убежать от соперника. И здесь такая бойня прям. И Шиков вдвоем здесь в центре пытаются накрыть соперника. Шиков. Рискованная была передача. Там мог быть пенальти, но нам повезло. И Альварадо уходит сейчас от двух игроков Сатурна. Альварадо выкатывает дальше на танкова. Танков. Надо бить. И Танков забивает. 2-0 на 33-й. Ну, наша команда, как знаете, ворвалась вот эту во вторую часть сезона. Так и продолжает уверенно себя показывать. Всего лишь одна игра на неделе. Успевает команда восстанавливаться. Ну, и поднабрав немножко рейтинга. Мы, так скажем, находим свою игру. Опасный момент. Все-таки один мы пропускаем. Один гол Сатурн до перерыва отыгрывает. Кстати говоря, довольно интересный геймфейс у паренька, который забил. Не особо он похож на супер какой-то стандартный. Ну, и здесь не доработала оборона. Классная передача на Артегу. Артега по флангу открывается. Артега. Удар есть. И третий залетает. Артега, ребята, в стиле лучших левых защитников мира прорвался. И как он на одном движении? Вы знаете, что-то если брать из «Зенита», то это такая смесь Дугласа Сантоса и Кришета в свое время. Но как он вот здесь убрал защитника? Одним движением прокинул. И дальше нужно было только попасть. 3-1. Нам сообщают, что Бальде присоединяется к Арсеналу. Вот такие вот переходы в большом футболе. Ну, а у нас пока атака Сатурна. Подача в штрафную. Момент, удар. И все-таки мяч оказывается в сетке. Но вот пока, наверное, самая слабая позиция у нас это вратарь и оборона. Центральные защитники не всегда справляются. И здесь, ну, вроде как отбились. Но классный удар получается в ближний. И, что называется, ручки-салфеточки у нашего вратаря. Яшин пропускает второй. Вот так вот быстро Сатурн в начале второго тайма снова сокращает отставание. Каримблум. Передача в центр. Козлов. Его удар по воротам. И с трудом. Галкипер Сатурна мяч забирает. Это Танков. Играет на Козлова. Козлов залетел в штрафную. Козлов удар. Ну, а что ж с ударом-то? Просто как будто своему галкиперу откидывал. Танков здорово. И у Козлова в шикарном подкате мяч отняли. Мы побеждаем со счетом 3-2. Весьма непростым получился матч. Но главное, что три очка есть. Наша команда сделала весьма неплохой задел, ребята, по очкам. И мы уверены на первом месте, пока идем. У нас игра против Динамо Ставрополь. И сегодня небольшая ротация. Посмотрим сначала на состав соперника. Всего лишь одна победа в последних пяти играх. Три поражения. Ну, а вот состав, собственно, и нашей команды. Сегодня Умаров, Козлов, Пикарев. Сегодня также Масальский возвращается в центр обороны. И еще один игрок молодежки. Это Эриксон. Наш правый защитник. Да, у него рейтинг всего лишь 50. Но вроде как он неплохо развивается. Так что пока есть время, будем его подкачивать. Погнали. Я не думаю, что в ФНЛ-2, когда мы туда перейдем, там прям шибко сильно будет разниться игроки по рейтингу. Я думаю, ну плюс-минус. Там где-то 60 с плюсиком. Так что наша команда, я думаю, будет готова. Нам главное подойти к РПЛ с хорошим рейтингом. Подкачать тех игроков, которых мы можем подкачать. Заработать денег на тех игроков, которых мы можем приобрести. Ну и вот тогда уже будем, ребята, биться. Но хотелось бы, знаете, вот именно ребят из молодежки воспитать именно этими парнями заявиться в Еврокубке и постараться выиграть. Это было бы действительно круто, потому что мы можем, так скажем, каждого игрока немножко изменить. И можем, можем, ребята, сделать такую свою команду. Ну а пока соперник идет вперед здесь, знаете, такая неприятная была ситуация. Я подумал на секунду, что может даже пенальти будет, что мы зацепили. Но нет, Рэв промолчала, соперник не воспользовался моментом. Хорошая передача на Умарова. Умаров бьет и Умаров попадает в перекладину. Еще одна опасная атака. Ой-ой-ой, какое спасение. Двойное спасение, ребята. А неужели пенальти? Неужели пенальти? Каких два спасения сделал сейчас наш голкипер? А Пикареву в руку мяч попал. Динамо Ставрополь получает шанс. И забивает. 1-0. Гости выходят вперед на 16-й минуте. Ну и здесь, к сожалению, в третьем моменте уже не получилось. У Яшина отразить мяч. Козлов. Снова Пикарев. Шиков. Передача на Альварадо. Умаров. И тащит вратарь. Долго мы раскатывали эту комбинацию. Но голкипер. Динамо Ставрополь все-таки был готов. Ну же. Альварадо забивает. А Козлов, по-моему, сделал на него голевую. Это, ребята, 1-1. До конца первого тайма мы успеваем отыгрываться. И здесь снова здорово. Многоходовочка. И Альварадо решает. У нас начинаются вторые 45 минут. Пока ничья 1-1. Мы пропустили с пенальти. Но в конце первого тайма смогли отыграться. Умаров. И Козлов, ребята. Козлов забивает гол в противоход вратарю. Это 2-1. 49-я минута. Вот так вот быстро выйдя с перерывом. И выходим вперед. Забиваем в концовке первого. В начале второго. Но и тут Умаров не пожадничал. А Козлов. Ну вот здесь он шикарно пробил. Это, ребята, 2-1. 2-1. Команда вышла вперед. И вот теперь уже у соперника начинаются проблемы. Ой-ой-ой. Как мы пролетели. Ну, забрать-забрать в руки. Еще одна опасная передача. Ну, молодец, Яшин. Здесь вышел. Яшин. Ворота пустые. Мяч залетает. Ну, здесь подловили. Подловили, подловили нашего вратаря. Динамо Ставрополь не сдается. И не стали перебрасывать. Но Яшин вот чуть-чуть тормозил. Я на всю зажимал кнопку выхода. А он почему-то начал какими-то вот такими неуверенными подходиками идти. На мяч. В итоге 2-2. Ну, а вот здесь уже продавливаем мы. И снова Козлов несется на ворота соперника. Козлов удар есть. И мяч не ныряет в дальний угол. Одну минуту добавил главный арбитр. Динамо Ставрополь уже никуда не торопится. И звучит финальный свисток. Это ничья 2-2. Мы по-прежнему, ребята, впереди. На 10 очков опережаем Динамо Владивосток. А сейчас у нас игра против Рязани. Здесь у нас выходит супер ротационный состав. Мы видим, что у соперника тоже есть небольшая усталость. Ни одной победы. Но у них еще и одно удаление. Игрок на дисквалификации. Ну, а вот состав нашей команды. И здесь Орлов, Алиев, Сергеев, Шилов, Каримблум, Новицкий, Уткин. И на замене особо нет ребят, которые бы могли усилить игру. Потому что там много уставших игроков. Но попробуем, ребят. Поехали. Как раз начинаются вот сейчас активно уже матчи через 2-3 дня. И вот, возможно, это и начнет вызывать проблемы в нашей игре. Когда мы играем всего лишь один матч в неделю, мы спокойненько успеваем восстанавливать наш основной стартовый состав. И никаких проблем нет. А вот сейчас, когда команда не успела восстановить силы, не успела подготовиться к этому матчу, я имею ввиду, основным составом приходится прибегать в крокировки большого количества игроков. И что они покажут? Никто не знает. По одному, да, по два мы выпускали. Но когда это почти целый состав сменщиков, это, ребят, довольно опасно. И вот сейчас первый прострел на наши ворота. Опасная передача через центр. Сразу нерванул игрок Рязани в атаку. Подождал немножко партнеров. Оп, здорово. Алиев. Далеко, далеко мяч отпускает. Вот нет уверенности. Нет такого контроля. Хорошая передача здесь на ход. Прострел в штрафную, а там никого. И повезло. Дойди мяч до 11-метровой. Там был совершенно один игрок. Рязани. Здесь неплохая передача на Танкова. За спину Танков. Мяч прокидывает Танков. Классный пас. Удар есть. Добить. Галкипер здесь просто что-то невероятное показал. А мы здесь ошиблись. Передача на Танкова. Танков. Удар есть. Штанга. Добить пустые. Гол. Это гол, ребята. Это 36-я минута. Это 1-0. Рязань привозит момент сама себе. Мы перехватываем мяч. Танков бьет. Попадает в штангу. От нее мяч отскакивает уже на пустые ворота. Что прикрывал вратарь? Не знаю, но... Калиев забивает свой первый гол в пяти играх. Сегодня он не просто так вышел на поле. Он сначала нашел хорошим пасом Танкова. А потом подкараулил момент отскока. И оказался там, где надо. 1-0. Гавриленко. Мощнейший выстрел Гавриленко. И это, ребята, 2-0. Уже в раздевалку летит этот гол. Но Гавриленко красавец. Как он здесь приложился. 24 метра до ворот. 90-109 километров в час. Сила удара. Да, конечно, не Роберто Карлос. Но, ребята, Гавриленко красавчик. Какой его гол? Шестой в 21-м матче. У соперника, наверное, в первые 45 минут я бы отметил именно подачу их вот с флангов. Очень здорово летит мяч через штрафную. Очень опасно. Но пока никто не успевает. Ну а здесь грубость. Лишняя грубость. Желтая есть. Попытка его. Подача Гавриленко. И неужели пенальти? Еще и желтую вратарю. Но это, видимо, за супер агрессивную игру. Максим Тимофеев получает предупреждение. Давайте Альварадо. Ну, туда заблокировал просто Гавриленко. Первый раз, кстати, такое вижу, чтобы вратарь не пустил соперника. И танков у мяча. Танков берет разбег. Бьет по воротам. И без проблем забивает гол. 3-0. И прям выдали на ногу. Ну вот и мы ошибаемся. Вот и мы иногда ошибаемся. Шиков выйдет вместо Сергеева. А Рязань забивает пока что гол престижа. Но вот тут пытался я выдать на Альварадо. В итоге попал в соперника. И мяч очень здорово выскакивает прямо на ногу. Игроку Рязани. Счет становится 3-1. Еще один удар. Мяч ныряет рядом со штангой. Боковой выходит вместо Алиева. И замена также у Рязани. Рязань пытается левым флангом что-то придумать. Мы мяч сохранили. Здорово. И можно дальше. Дальше его в атаку запускать. Альварадо. Альварадо набирает скорость. И забивает еще один. Ну вот Альварадо вышел под усталость обороны соперника. Нашел свой момент. И забивает очередной мяч. Здесь уже никаких вопросов. Шикарно. Убежал. Мы видим как защитники просто уже не могут его догнать. Сил нет. У нас тоже конечно команда сильно подустала. Я не знаю на следующую игру что там будет вообще. Силами. Звучит финальный свисток. Победа 4-1. Три очка мы забираем. И продолжаем уверенно лидировать в турнирной таблице. Если мы взглянем на бомбардирскую гонку. То здесь какие-то вообще запредельные результаты. Брагин из Динамо Владивосток забил уже 17 голов из 21 матча. Ну а если мы посмотрим на игроков нашей команды. То здесь есть танков с 7 голами. Есть также Альварадо с 7 голами. И Шиков Гавриленко по 6. И в принципе все. По голевым передачам Гавриленко и танков лучшие. У них по 8 голевых передач. Ну а по сухим матчам на удивление Яшин лучший. 9 сухих матчей из 18. У нас игра против Кубань. Холдинг. Павловская. И у них 2 победы. 2 поражения. 1 ничья. Чуть-чуть подуставший фланг атаки. Да и оборона тоже. А у нас наоборот команда смогла восстановиться. Вот такой состав сегодня выходит. Козлов, Шмидт и Эриксон. 3 игрока молодежки сегодня с первых минут в старте. Ну и поехали. Чем больше мы даем ребята играть молодым игрокам нашей академии. Тем быстрее они развиваются. И развиваются они порой даже лучше. Чем те ребята, которые просто есть в составе с каким-то потенциалом. Нам сейчас главное еще подзаработать денег, чтобы нанять очень хорошего скаута. Который сможет находить нам игроков с хорошим потенциалом. Потому что пока тот скаут, который у нас есть, там по-моему на ползвезды, он конечно не впечатляет. Три игрока вот эти, Козлов, Эриксон и Шмидт. Они с самого начала нашей карьеры. То есть нам их так нашло. А здесь опасный момент. Яшин. Вот на выходе у Яшина проблем особых нет. Танков. Хорошая передача на Гавриленко. И Гавриленко не попадает. Передача на Козлова. Козлов играет дальше. Гавриленко. Удар есть. А здесь Ротарь вытаскивает. Два момента Гавриленко буквально за пару минут. Удар есть. Штанга. Добивание. И вот как мы в прошлом матче забили, теперь забивают нам. Кубань выходит вперед. 32-я минута. Но здесь ничего нельзя было сделать. Мяч от штанги полетел вдоль ворот на дальнюю штангу. А там оказался совершенно один игрок. Кубани, который расстрелял просто пустые ворота. И Кубань Павловская выходит вперед. И снова Кубань в атаке. Артега продавливает. Настырный наш крайний защитник. Но почему не успел сделать пас? Я уже нажал кнопку. Еще один момент. Успевает на сей раз Яшин. Но игра раскрывается. Это Корж. Он набирает скорость. Корж летит на ворота соперника. Корж берет игру на себя. Бьет. Гавриленко. Скидка. Ортега играет на Коржа. Корж набирает скорость левым флангом. Пытается раскачать соперника. Передача на Ортегу. Ортега навешивает на Танкова. Добить пустые было в сайт. У Танкова уже было в сайт в момент подачи. Танков. Передача дальше. Алиев. Удар по воротам есть. Галкипер отражает. Прострел центр. Не поспевает Алиев. И снова Корж. Одним движением убирает соперника. Набрасывает на Танкова. Танков пытался пробить. Эриксон. Ну а здесь грубо. Реф. Желтый. Ну тоже такой, знаете, хитрый фолл. Чтобы не пошла атака сразу же на их ворота. Хороший черпачок на правой фланг. И Корж здесь отрабатывает. Ой-ой-ой. Не смогли как следует отбиться. Удар. Яшин тащит. Ну все. Кубарь уже подтягивает. Время. Одну минуту добавил главный арбитер. Даже если мы сейчас мяч бы отняли. Нам не хватило бы уже времени пойти в атаку. Звучит финальный свисток. Мы уступаем Кубани. Нашлась команда, которая все-таки смогла нас обыграть. Сегодня были победы. Было поражение. Была ничья. Но надеюсь выпуск вам понравился. Поддержите его лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok